Здравствуйте, друзья! Мы передаем слово Светлане для зачитывания очередного вопроса. Да, но этот вопрос прямо для тебя. Давай. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Антон. Начал смотреть ваш канал, еще находясь в России. Я уже эмигрировал 4 месяца назад в США и поселился в Колорадо, в Денвере. Через Гринкарт-лутерею. Чего-чего? Через Гринкарт-лутерею. Сам я веб-программист из Москвы, имею 4 года опыта работы, образование профильное. В Москве не имел проблем с поиском работы, последнее место работы филиал американской компании в Москве. Здесь уже 4 месяц, не могу найти работу по профилю, хотя вакансии есть. Где-то каждую неделю прохожу скрининг по телефону, и на этом все заканчивается. Вопросы достаточно простые, трудностей с переводом почти не возникает. За 4 месяца в офис ни разу не позвали на интервью, все только по телефону. Не знаю, в чем дело. У меня есть знакомый из Сакрамента в Калифорнии, тоже веб-разработка, и опыт почти такой же. Нашел работу в первой неделе после приезда. Таких сложностей со скринингом по телефону у него не было, все намного проще. Говорит, были достаточно простые вопросы, и большой процент ответов на резюме. Очень много звонков и предложений. И говорит, до сих пор звонят. Мне звонят не так часто. Где-то из 40 ответов на вакансии, 2 ответа предложения об интервью по телефону. То есть он слет 40 резюме, и ему 2 раза звонят. Да. Я думаю переключиться на тестирование. В моем опыте был опыт написания юнит-тестов, так как порог входа там ниже. Возможно, стоит переезжать в Кремниевую долину. И сложности с поиском из-за того, что я в Колорадо. Также многие работодатели хотят экспертность в различных смс-платформах. Drupal, Magento, WordPress и так далее. Я даже не знаю, за что браться. Таких смс в вакансиях огромное множество. В Москве это было не столь критично, если я с какой-то другой смс работал. Ввиду того, что деньги заканчиваются, стал заниматься тяжелым неквалифицированным трудом. Что крайне обидно. Не за тем, ведь я ехал сюда. Посоветуйте, стоит ли переезжать в Калифорнию. И переквалифицироваться в тестера, если такие сложности с поиском работы в Денвере. Ну что же, давай я скажу так. Первое, просматриваются некоторые нелогичные в постановке вопросов. Потому что, если в Сакраменто человек с такой же, ну, грубо говоря, близкой квалификацией, за неделю нашел работу, его там порвали на части и так далее, то совершенно очевидно, что менять профессию ему не нужно. А нужно попасть в такое место, где, допустим, к нему лучше отнесутся. То есть, скажем, вопрос о смене профессии на тестера, я бы не считал актуальным. Я думаю, что тут еще тоже почему-то из 40 разосланных резюме, только два ответа предложили, наверное, резюме неправильно составлено. Постой, постой. Это следующий момент. Это следующий момент. Я просто хочу закрыть один вопрос, который был задан. Значит, нужно ли ему переквалифицироваться в тестер? Не нужно. Гораздо проще найти работу в своей профессии, чем в той, которой ты не занимался. Первое. Второе. Значит, если ему удается там послать 40 резюме... Получить ответы все. Да. Подожди, подожди. Если ему удается послать 40 резюме, это о многом говорит. На самом деле, там есть какой-то спрос. Но если он послал 40 резюме за 4 месяца, я бы сказал, что он их вообще не шлет. То есть, это вообще ничто. Если он 40 резюме посылает, допустим, за день, это я еще понимаю, да? То есть, у нас, например, послать 40-50 резюме в день, вообще проблем никаких нет. Вот на нашей местности. Я думаю, что в данном мире все в порядке. Это очень странно. Подожди, подожди. Мы не знаем, за какой промежуток времени он вот это все сделал. Кроме того, послать резюме – это не все. Надо еще вывесить свое резюме. И чтобы тебя находили люди, не только те, которым ты послал, а еще те люди, которые ищут сегодня, уже те, которые повесили объявление, они, может быть, много резюме получают. Ну, то есть, надо смотреть. Надо смотреть, как он ищет работу. Допустим, если бы у моего студента была бы такая проблема, значит, он мне там звонит, я смотрю на его резюме, я смотрю, как он его повесил там на Дайсе. Я выясняю, повесил ли он его еще параллельно на Монстре, на Карьер Билдере. То есть, есть определенные действия, которые необходимо совершать для того, чтобы тебя увидели, чтобы тебе позвонили там и так далее. Поэтому мы не знаем, что у него за резюме. Мы вообще не знаем, почему он в Денвере оказался, чего он вдруг там оказался. Ну, допустим, он там оказался. Я не вижу проблемы, скажем, Денвера по сравнению с Сакраменто. Вот уж никак не вижу проблемы. Значит, ну все-таки, что у него за резюме, насколько оно привлекательно. Он послал 40 резюме. У него 4 года опыта. Это значит, что вместо того, чтобы 8 из 10 ему позвонили, понимаешь, 8 из 10, ему звонит 1 из 20. То есть, его резюме просто игнорируется. Но смотри следующее. Он проходит раз в неделю фон-скрининг, и это ничем не заканчивается. Значит, за 4 месяца, ну пусть за 3 месяца, все-таки у нас было 12-13 недель. Значит, ну даже если он 10 скринингов прошел, и это ничем не закончилось, это тоже о многом говорит. Первое, это говорит о том, что он не соответствует резюме. Возможно. То есть, они увидели в резюме что-то, и он не соответствует. Что-то они такое хотели, чего у него не оказалось достаточно много. Не знаю, может быть язык, может быть он думает, что у него проблем нет, они думают, что есть. Мы не знаем этой части. Что еще? О чем еще говорит, что он не проходит скрининги? Вроде ему задают простые вопросы. Надо тоже на простые вопросы правильно себя вести. И он чего-то не то говорит. Может быть это вопросы как бы культурологические, понимаешь, оказавшись в другом мире, он как-то по-другому... Отвечает на эти вопросы как-то так, что людям не нравится. Да, да. Вот что-то там происходит такое, вот мы же не знаем. Очень трудно, значит, со стороны так увидеть, но я бы сказал так. Значит, помимо того, что профессию менять не надо, это точно. Значит, ну если он хочет, например, то я могу там, допустим, глянуть там на его профайл на DICE, ну пусть он повесит свое резюме на DICE. У меня есть курс по тестированию на русском языке. Вот, да, partnov.com.ru, partnov.com.ru. Последние два урока из десяти посвящены вопросам поиска работы. Самый последний, по-моему, про сопроводительное письмо, а предыдущий о том, как вот там резюме, рассылаться и так далее. У меня есть отдельный еще вебинар, я записывал для людей, которые ищут работу в США из-за границы. И тоже мы там говорили и про DICE, и про Monster, и про CareerBuild, и так далее. То есть, если он этого добра не видел, значит, я бы на его месте посмотрел бы внимательно, потому что, если мне вопрос задавать, то я не скажу сильно больше, чем то, что я уже сказал, отвечая на этот самый вопрос. Но дальше, когда конкретика, когда резюме уже где-то висит, значит, можно посмотреть, что за резюме висит, и можно посмотреть, насколько оно вывешено. Если оно вообще не вывешено, а он просто его посылает, я бы сказал, что он вообще работу не ищет. То есть, в наших терминах это называется не искать работу, а создавать у себя или там у других неверную такую иллюзию, что он вот реально там что-то ищет, потому что он не ищет. Поиск работы подразумевает некоторые действия. Первое, резюме вывесить, там в трех-четырех наиболее раскрученных точках, таких как DICE, Monster, CareerBuilder, там еще есть, может быть, что-то это отдельно надо говорить. Вот. И второе, значит, резюме надо рассылать, резюме надо рассылать, там может быть, 20, 30, 40, 50 в день. И тот профайл, который создается на Monster, CareerBuilder и так далее, его нужно раз в день, мы говорим, что его нужно делать апдейт. То есть пришел там, спейс напечатал, сохранил. На завтра пришел, этот спейс из адреса там, допустим, убрал, сохранил. И тогда у тебя таймстэмп на этом деле стоит, вот текущий, современный. И когда люди делают поиск за сегодня, они тебя находят. Если его профайл, допустим, он его сделал, и он висит там уже, я не знаю, 3 недели, 4 недели, 5 недель, и вообще никто не найдет. Ай, водички хлебнул я, извиняюсь. Так вот, значит, вот, собственно, и все. Это диагностируется. Вот вы не можете прийти к врачу или там написать ему в скайпе и сказать, знаете, доктор, у меня вот болит в животе и на душе. Говорит, нет ли у вас какой-то таблетки. Или там, допустим, может быть, мне пол поменять. Так не лечится, понимаете? Значит, я как бы как человек профессиональный, я не могу выдать рекомендацию какую-то. Я могу только очертить вот тот круг ситуации, которые возможны. Поэтому, ну, если за то время, что прошло между тем, как мы пишем видео и как это все было наговорено, если ситуация не разрешилась, значит, мы можем войти в контакт и уже в индивидуальном контакте посмотреть более предметно, что у нас там получилось. Светик, ты хочешь что-нибудь такое мяукнуть к этому вопросу? Нет, я согласна, что две проблемы. Есть проблемы с составлением резюме, и вторая проблема – это соответствие вот этого резюме навыкам человека. Это абсолютно точно. Что обе эти проблемы, они дают вот такой результат. Слушай, мам, мы ехали-ехали, а нам солнце в глаза слепило. Ну, что теперь делать, друзья? Мы приехали к бабушке и пойдем к ней. Только у нас не внучка, а у нас дочка приехала к маме. Да, все, пока.